На самом деле самое страшное в том, что сегодня происходит в медицине, это то, что ответственного человека нам с вами не найти. Нам рассказывают про то, что сегодня в странах вся охвачена прогрессивными медицинскими реформами, а на самом деле сотни миллиардов гривен тупо разворовываются на уровне Киева, тупо разворовываются и прокручиваются для того, чтобы еще получить дополнительные брошины уже в долларах на уровне международных фондов и каких-то конгломераций, которые зарабатывают на том, что поставляют нам совершенно не вовремя и не качественные вакцины, медикаменты, чтобы у нас с вами были сорваны все календаря официальных прививок, чтобы мы не смогли защитить нас с вами, своих семей, свои семьи от таких заболеваний, о которых мы с вами читали, смотрели, слышали, ну, наверное, по-моему, либо в учебниках истории, либо в каких-то старых советских медицинских справочках. И для кого не секрет, что сегодня семьями шагами по Украине шагает корь, и ни один чиновник на уровне кабинета министра, на уровне правящей коалиции не возьмет и не хочет брать на себя ответственность за права так называемой медицинской реформы. Нас просто толкают на то, чтобы сделать все нецелеплатно. Я уже молчу о том, что все нынешнее руководство страны просто вытирает свои грязные ноги о Конституции Украины, где записаны четко и статьи, связанные с полноценностью русского языка, и статьи, связанные с доступностью образования, и, конечно же, статью, которая четко прописана не только бесплатно, но и доступно в медицине. Я пять лет, наверное, как и вы, многие здесь сидящие в зале, хотя я думаю, сто процентов, как все здесь сидящие в зале, пять лет терплю. Честно работаю депутатом, это общественная работа. Честно стараюсь на своем уровне, на своем поприще помогать тем, кто обращается за материальной помощью. Кто просто звонит, зная мой номер мобильного телефона в трудную минуту с просьбой по советской аналогии, по оплату, помогите, подскажите, где врач хороший, нормальный, срочная ситуация, ребенок, муж, неважно. Работаю иногда по выходным и в свободное от работы время таким врачом скорой помощи, помощником. Так вот, я пять лет терплю, потому что в 2014-м у меня не было никаких политических иллюзий относительно того, кто пришел к власти. И я сейчас чувствую, что я дождалась звездного часа, чтобы сбылась моя мечта, чтобы были мои ожидания. На политическую арену вернулись те, кто может, знает, умеет и, главное, ценит каждого гражданина Украины.